Cyberpunk 2077 вышел 10 декабря 2020 года и получил очень много негативных отзывов из-за множества багов и плохой оптимизации на консолях, и это даже с учетом патча первого дня. Но знали ли вы, что существует версия 1.0, которая датирована примерно октябрем того же года и доступна она только на дисках? И было ли вам когда-нибудь интересно посмотреть на то, чем конкретно отличается версия Cyberpunk 2077 без патчей в сравнении с последним апдейтом? Что ж, я тоже задался этим вопросом и купил себе два диска, один для PS4, другой для Xbox One. Несмотря на то, что у меня уже были цифровые копии, именно дисковые издания, как я упомянул выше, позволят запустить игру в первоначальном виде под версией 1.0. Поэтому в сегодняшнем ролике мы посмотрим, как игра выглядит и работает без патчей на прошлом поколении, сравним результаты с финальной версией, а также запустим игру на PS5 и Xbox Series X, где проведем точно такие же тестирования. Но перед началом я хотел бы вам порекомендовать магазин Carabox Store, который специализируется на продаже игр и подписок для PlayStation и Xbox. Преимущество этого сервиса в том, что у него автоматическая синхронизация цен со всеми игровыми площадками, с учетом всех скидок и распродаж. Также у магазина имеется очень удобный поиск, фильтры, плюс информация о наличии русского языка в каждом проекте, стоит признать, что это очень удобно. Помимо всего вышеперечисленного, еще на платформе вы можете покупать внутриигровую валюту, подписку Game Pass с автоотгрузкой и плюсом есть возможность оформить покупку игры, даже если ее нет в каталоге. И напоследок у коробка присутствует ранговая система цен для постоянных покупателей, например, чем чаще закупаются клиенты и его друзья, тем ниже становятся для них цены. Поэтому, если вы являетесь обладателем Xbox или PlayStation и хотите покупать все без каких-либо проблем, то переходите по ссылке в описании. А по моему промокоду Акси вы получите 5% скидку в течение дневного времени суток и 10% в ночное время с 9 часов вечера до 11 утра. В общем, крайне рекомендую не проходить мимо, но мы возвращаемся к теме видео. Итак, давайте сначала расскажу о способе установки и как во все это поиграть, если вы тоже по каким-либо причинам захотите прикоснуться к великому. Как я уже упоминал в интро, для игры в первоначальную версию потребуется купить оригинальный диск версии PS4 или Xbox One. Издание Ultimate Edition для новых консолей не подойдет, так как на диске уже будет вшита одна из последних версий. В общем, допустим, на руках у вас коробка с киберпанком на PS4 или Xbox One. Если вы подумали, что достаточно просто вставить диск, игнорировать обновление и начать играть, то сразу разочарую и скажу, что ни одна из консолей не даст вам поиграть в нулевую версию. Вас принудительно заставят обновиться до последнего патча. Поэтому на плойке и боксе, чтобы консоль смогла запустить игру без апдейтов, не выдавая ошибок, нужно перед установкой полностью отключиться от интернета в настройках системы. Все, после этого игра должна работать, но есть еще один важный нюанс. Если вы до этого уже играли в киберпанк и у вас на консоли, неважно какой, установлены сейвы со свежей версией, то при запуске игры без патча она у вас просто может бесконечно начать крашиться. Насколько мне известно, пофиксить это можно удалением всех автосохранений. На PS4 или PS5 это достаточно легко сделать, через настройки, но на боксе придется удалять абсолютно все сейвы. Поправьте, если ошибаюсь, но по-моему на коробке нельзя выборочно что-то удалить через настройки консоли. Впрочем, вы всегда сможете загрузить свое сохранение в облако, если переживаете. И все, после вышеперечисленных действий можно спокойно заходить в игру и в кавычках наслаждаться. Итак, с гайдом мы закончили, теперь предлагаю начать со сравнения графики между первоначальной и последней версией игры на PS4 и Xbox One. Стоит напомнить, что последним обновлением на консолях прошлого поколения был патч 1.61, а дальше игра уже прекратила свою поддержку и продолжила развиваться только на PS5, Xbox Series и ПК. Тем не менее, все равно можно заметить, что разница в графике между дисковой версией и последним апдейтом просто колоссальная, игру будто бы пересобрали полностью заново. Например, в глаза сразу бросается более четкая картинка. Судя по всему, на примере PS4 игра раньше работала в 720p, но в дальнейших обновлениях разработчики повысили разрешение до 900p. Как мне показалось, на Xbox One тоже было увеличено разрешение по сравнению со старой версией, но до уровня PS4 картинка все же не дотягивает. Еще в начальной сцене можно заметить, что прорисовка в ранней версии очень сильно хромала, персонаж мог буквально прогрузиться на глазах игрока, что выглядело просто нелепо. Это же касается и некоторых катсцен, которые были сделаны на игровом движке, многие объекты просто не успевали загружаться. Ну а про открытый мир я вообще молчу, там можно было спокойно провалиться под текстуры абсолютно в любой момент, зайдя сквозь какое-нибудь здание. В последнем патче я бы не сказал, что подобные проблемы исчезли полностью, но объекты стали значительно быстрее подгружаться. Также из графических улучшений можно выделить более качественное освещение, которое, к примеру, очень сильно заметно в начале игры за кочевника, плюс наличие тени от источников света, которых не было ранее. Далее у некоторых персонажей также была улучшена детализация, вроде текстуры одежды или более проработанных конечностей. Обратите внимание, что у этого механика на руках появились отчетливые вены, которых не было видно раньше, да и сам персонаж выглядит в целом чуть более проработанным. Из очевидного еще я заметил, что выросла дальность прорисовки многих элементов. Во-первых, это можно разглядеть на примере настенных инструментов, которые в ранней версии могли появляться прямо перед глазами. А во-вторых, это также отчетливо видно в самом городе, когда в версии 1.0 перед тобой могли прорисовываться тени от некоторых зданий и прочих объектов. Что касается самих теней, то здесь ситуация неоднозначная. Из недостатков в случае с PS4 было устранено раздражающее мерцание, которое появлялось от локальных источников света. На Xbox One, кстати, такой проблемы изначально не было, тени с самого начала выглядели плюс-минус окей. С другой же стороны, не все мерцание убрали, и само разрешение тени будто бы стало немного хуже, если взглянуть на этот кадр. Впрочем, эту разницу достаточно трудно заметить, и не везде это проявляется. Но это еще не все. В самой первой версии киберпанка присутствовал раздражающий гостинг практически от всех объектов. Проще всего это будет показать на примере с оружием. Когда я целюсь и при этом двигаю камерой, то за пистолетом следует некий призрачный след, который прям очень сильно может раздражать. С дальнейшими патчами эту проблему, к счастью, разработчикам удалось решить. Единственное, что в свежей версии киберпанка разочаровывает, это мерцание картинки на Xbox One. Эти графические артефакты вы можете сейчас наблюдать на своих экранах, а для наглядности я слегка замедлил этот фрагмент. Не знаю почему, но эта проблема также преследует и владельцев Xbox Series S и X, которую так и до сих пор не исправили. На PS4 и PS5, к слову, я таких мерцаний не обнаружил, поэтому если вас подобное очень сильно отвлекает, то возможно стоит избегать киберпанк на любой из консолей Xbox. Так, среди графических особенностей, которые мне удалось выделить, это все. Теперь давайте перейдем к самому интересному, производительности. Стала ли оптимизация лучше при всех тех улучшениях, которые реализовали разработчики? Или все осталось без изменений? Давайте разбираться. Начнем с консоли PS4. Думаю, сразу можно заметить, что производительность все же действительно стала лучше, и это видно даже в статике на примере этого бара. В открытой мире на улице тоже очень большой прирост, и несмотря на небольшие статоры, большую часть времени четвертая плойка с последним апдейтом все же держится на уровне 30 кадров. Перейдя в более тяжелую локацию с большим количеством NPC, патч 1.61 по-прежнему сохраняет преимущество, хоть и фреймрейт стал немного ниже. А после того, как мы спровоцировали перестрелку, то здесь уже обе версии стали держаться примерно на одном уровне, в районе 20-25 кадров. Если мы сядем на автомобиль и начнем на полной скорости перемещаться по игровому миру, то Cyberpunk без патчей, кроме низкой производительности, показывает нам еще одну особенность. Тут есть возможность замедления времени прямо как в GTA V, что позволит нам без проблем преодолевать сложные препятствия на дорогах. Ну ладно, если серьезно и без шуток, то в первой версии игра действительно местами может рандомно замедлить время вокруг. По всей видимости, Cyberpunk в таком состоянии просто не успевал подгружать игровую карту во время езды, поэтому разработчики решили поставить такой странный костыль, чтобы игра смогла подгрузить все необходимые асеты, когда игрок находится в таком замедленном режиме. В последних обновлениях, благо, разработчики все же смогли избавиться от такой проблемы, игра больше не замедляет время даже во время быстрой езды по городу. Производительность, правда, во время перемещения на автомобиле не сильно выросла, но в сравнении с релизной версией все равно небольшой прирост имеется. Далее переключаемся на Xbox One. Как вы можете заметить, на Хуане почему-то очень неравномерный фреймтайм, из-за чего бывают скачки даже при стабильных 30 фпс на последней версии. Тем не менее, как и в случае с PS4, патч 1.61 показывает себя также очень неплохо по сравнению с первой версией. Хоть и производительность не настолько стабильна, как на плойке, играть с последним аппадетом все же намного приятнее. В нагруженных сценах ситуация в точности как и на PS4. Где-то патч 1.61 значительно превосходит релизную версию, а где-то, к примеру, во время массовых перестрелок происходит полный паритет, и частота кадров падает до 20 и там и там. Ну и думаю не секрет, что при езде на автомобиле ситуация с версией 1.0 полностью повторяет прошлый сценарий. По-прежнему очень низкая производительность и магическое замедление времени во время быстрого перемещения по городу. Конечно, с патчем 1.61 ситуация становится лучше, и хоть производительность по-прежнему достаточно низкая, но в сравнении с релизной версией это просто небо и земля. Напоследок предлагаю взглянуть на разницу уже между PS4 и Xbox One, но без каких-либо обновлений. Думаю вы поняли, что частота кадров примерно одинаково низкая там и там, хотя все же на блоке в среднем общая производительность будет на несколько кадров выше, что впрочем-то неудивительно. Что ж, базовые PS4 и Xbox One мною полностью протестированы. Выводы пока делать рано, мы к этому еще вернемся чуть позже, ведь у нас остались консоли PS5 и Xbox Series X, где доступна последняя, на данный момент, версия игры 2.12. Поэтому давайте быстренько пробежимся по графике, сравнив сразу три версии между собой, 1.0, 1.61 и 2.12. Каких-либо серьезных графических изменений между патчем 1.61 и 2.12 не наблюдается, освещение и картинка осталось в принципе точно такой же. Однако, с учетом того, что патч 2.12 работает в моем случае на нативной PS5 версии, можно заметить улучшенное разрешение и повышенное качество некоторых текстур. Но еще на примере механика я заметил, что ему нанесли грязь на руки, что выглядит в принципе достаточно реалистично с учетом его профессии. Больше изменений я не обнаружил. Также, чисто ради эксперимента, я тоже установил на PS5 и Xbox Series X Cyberpunk без патчей, поэтому давайте проверим, что там с производительностью. На PS5 в версии 1.0 игра по обратной совместимости работает в золочных 30 фпс, хотя если вспомнить, с патчем первого дня игра все же работала при 60 кадрах на пятой блоке. Так в чем тут дело? Мне кажется, причина в том, что игра ушла на золото еще в начале октября 2020 года, тогда как PS5 еще даже толком не вышла, и у разработчиков просто могли отсутствовать девкиты этой консоли. Но если следовать этой логике, тогда на Xbox Series X версия 1.0 тоже должна была работать в 30 кадров, но она запускается с разблокированным значением. Тут лишь могу только предположить, что у разработчиков появился намного раньше девкит нового Xbox, а PS5 подъехала чуть позже. К слову о фреймрейте, тогда как на PS5 мы увидели ровно 30 фпс, на Xbox частота кадров очень нестабильная, и в открытом мире мы практически никогда не достигаем 60 фпсов. Одним словом, оптимизация тут не просто плохая, ее вообще не существовало, но кстати, серия с X версией выглядит лучше всех остальных, не говоря уже о высокой плотности толпы, которая также была включена на этой консоли. Итак, со сравнением графики и тестами производительности мы наконец закончили, но это еще не все, ведь кроме разницы в картинке и оптимизации я еще нашел множество забавных особенностей, багов и прочих мелочей, которые встречаются только в версии 1.0. Давайте по порядку, в первую очередь в раннем релизе по какой-то причине при создании персонажа игра по умолчанию считает, что вип по канону должен быть женского пола, ибо при выборе прошлого главного героя все обозначается в женском роде. Может по канону оно и так, но даже если при создании персонажа все же выбрать мужчину, то игра по-прежнему будет считать, что мы играем за женского протагониста. Не знаю, проблема ли это нашей локализации или общая в целом, но деталь достаточно забавная. Еще одно различие я обнаружил при выборе сложности. Изначально планировалось, что низкий уровень сложности будет называться сюжетным. Средний низким, высокий средним, а наивыше просто высоким. Как по мне, уровни сложности в финальной версии все же больше соответствуют своим описаниям, поэтому это изменение было достаточно правильным со стороны разработчиков. Теперь перейдем к геймплею. В первой версии у игрока есть возможность взаимодействовать практически с каждым торговцем. Подойдя к любому ларьку, вы сможете купить продукты, сырье или что-нибудь продать из своего инвентаря. Очень интересная и реалистичная механика, которую к сожалению убрали с патчем первого дня. Да, в финальной версии все еще есть места, где можно взаимодействовать с торговцами, но их очень и очень мало. Предполагаю, что такое большое количество интерактивных продавцов очень сильно нагружало игру, поэтому от этого решили отказаться. Разговоры по телефону в ранней версии игры тоже одна из интересных и одновременно криповых вещей, которые я когда-либо видел. Похоже, разработчики к моменту печати дисков так и не смогли реализовать полноценную анимацию персонажей, которые разговаривают по телефону с главным героем, и вместо того, чтобы смотреть в камеру, они просто глядят куда-то и весьма нереалистично двигаются. К счастью, в последующих версиях это все смогли допилить до приемливого состояния. Думаю, что для вас также не будет удивлением, если я расскажу, насколько все же искусственный интеллект в ранней версии был ужасным. Например, даже если в какой-то момент спровоцировать перестрелку с полицейскими, они не сразу поймут, что происходит, и не будут никак реагировать, пока до них все же не дойдет, что Ви уже перестрелял человек так 10, а то и больше. В общем, да, город здесь живет какой-то странной жизнью. Под этим я подразумеваю не только глупый или даже отсутствующий ИИ, но и странное поведение машин. Дело в том, что в версии 1.0, по крайней мере на прошлом поколении консоли, нельзя просто так взять и угнать машину. Вы это просто не сможете сделать. Мало того, что в игре все автомобили будто бы управляются дистанционно и внутри никого нет, так вы просто из-за этой особенности не сможете его даже угнать, просто потому что, ну, внутри никто не сидит. Конечно, можно сесть на пассажирское сидение, но и оттуда вы никак не получите контроль над автомобилем. И как решить эту проблему? Ну, здесь есть два варианта. В версии на PS4 вам достаточно просто нажать кнопку Options и вернуться обратно в игру. Таким образом, в машинах наконец-то появятся люди, и теперь получится угнать любой автомобиль. На Xbox One же даже такой хитрый трюк никак не помогает. Поэтому мне пришлось садиться на пассажирское место, сохранять там игру, далее загружать этот сейф, и уже после этого мы спавнимся на месте водителя, и можем теперь полноценно пользоваться транспортным средством. Да уж, никогда не думал, что такое простое действие обернется для меня целым квестом, но согласитесь, это было что-то необычное, поэтому двигаемся дальше. Еще в версии 1.0 машины иногда полностью пропадают, и город становится пустым, хотя чисто физически автомобили по-прежнему ездят по дорогам, и даже могут сбивать главного героя, что сопровождается соответствующей анимацией и потерей здоровья. Похоже, что это какая-то крайняя стадия болезни, когда Vee поначалу перестает видеть пассажира внутри транспортных средств, а затем и вовсе не видит машины в принципе. Что ж, ну тут наверняка какой-то особенный сбой чипа, о котором нам не рассказали, но, короче говоря, этот баг решается так же, как и в прошлый раз, на PS4 простым нажатием кнопки настроек, а на багсе полным перезапуском текущего сохранения. На PS5 или Series X такой проблемы не встречал, возможно, немалую роль в этом сыграло наличие SSD у этих консолей. Такс, мне кажется, я уже рассказал обо всем, что хотел, поэтому давайте подводить итоги. Cyberpunk версия 1.0 безусловно интересная штука, благодаря которому мы смогли увидеть, как игра преобразилась спустя несколько лет. Впоследствии финальной версии игры, даже на постгене, однозначно стало лучше практически все. Графика, производительность и даже геймплей, благодаря новым особенностям и улучшениям игрового процесса. Но что касается самой игры, которая хранится на дисках, то это прям та еще боль. Наверняка ведь были люди, у которых отсутствовал интернет в какое-то время, и они были вынуждены играть вот в такое. Что ж, для технических энтузиастов, вроде меня, такой экспириенс покажется очень забавным и интересным, но всем остальным людям, по понятным причинам, я бы все же рекомендовал играть финальную версию игры на ПК, PS5 или Xbox Series для получения максимального удовольствия. Но если у вас до сих пор консоль прошлого поколения, а других вариантов нет, то в целом можно поиграть и там. Хотя, как по мне, вы все же получите гораздо больше удовольствия, если отложите и запустите ее тогда, когда появится возможность поиграть именно на версии 2.0 и выше, но тут решать уже только вам. На этом я, пожалуй, буду заканчивать свой технический обзор. Если вам понравилась подобная рубрика со сравнением первоначальных версий игр с финальной, то обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, какую игру бы вы хотели видеть в следующем разборе. Будьте уверены, у меня еще много идей для последующих подобных видосов, поэтому очень надеюсь на вашу поддержку. В общем-то да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также заглядывайте в мой телеграм-канал или группу ВК, где я публикую больше различного контента. А если хотите поддержать меня материально, плюс получать различные бонусы вроде раннего доступа к видео, то заглядывайте на Бусти. Всем спасибо за просмотр и пока!